Всем привет! Сейчас самый разгар зимы и многие строительные работы на улице приостановлены. В это время решил я сделать металлические двери в гараж и баню. Сразу скажу, опыт у меня в сварочных работах небольшой, я бы даже сказал на уровне ученика. Но тем не менее я очень люблю эту работу и берусь за сварочные работы с удовольствием. Три года назад я делал двери металлические, искал я в интернете как их сделать, но они у меня, обратите внимание, открываются вовнутрь. Искал я тогда в интернете как сделать двери металлические, чтобы открывались вовнутрь, так я ничего и не нашел. Пришлось что-то придумывать свое. Понятное дело, что сделаны они не на профессиональном уровне. Ну, как для сарайчика, думаю, неплохо выглядят. В данный момент мне попался на глаза один очень хороший ролик на ютубе, на канале, по-моему, Сделай Сам. Там автор очень подробно все объяснил, как делать металлические двери. И мне очень понравилось. И на его примере я решил сделать сам. Сейчас покажу, как они выглядят, ну и, соответственно, как я их делал. Вот что у меня получилось. Ну, думаю, как для новичка пойдет. Проем дверной у меня 88 сантиметров. Решил я на пену дать по 2 сантиметра. Соответственно, коробку я сделал 84 сантиметра. Сами двери, лист, сделал 82. Так. Все четко работает. Все прекрасно. Вот так они выглядят. Вот. Двери я делал с профильной трубы 40 на 20. А вот коробку делал 50 на 25. Профильная труба 50 на 25. Зазоры я везде сделал по 5 миллиметров. Ну. Теперь покажу сам процесс, как я их делал. Ребята, еще убедительная просьба. Лучше вместо дизлайка укажите мне на ошибки, какие я делал. Потому что я сам еще учусь. И хотел бы научиться делать их более качественно. Край там, где отрезал болгаркой, прошел напильничком, зачистил. Чтобы не было дизлайка. Ну что. Еще мне понравилось видео на методе. Человек показывал, что он начинает сразу сразу с двери. То есть, почему? Потому что у него полотна уже углы все под 90. Не надо вычислять, ни диагонали, ничего. Отмеряю 2 сантиметра от каждого края. Выставил трубки. Зажимаю струбцинами, чтобы профильная труба плотно прилегала к листу. И в этих местах делаю прихватки. Ну и таким образом полностью прохожу по кругу прихватками. Прошелся я прихватками. Проверил провилочкой. Вроде все нормально. И так, в принципе, неплохо. Все. Теперь буду обваривать вот эти места. Стыки. Все стыки вот эти. Прихвачу. Отсюда, отсюда полностью обварю. Ну вот я поприхватывал, зачистил полностью. Со всех четырех сторон. Так, и сейчас по дверях я буду делать коробку. Вот так вот получается. эту отрезал на сантиметр больше. Как раз будет зазор по пять миллиметров. Стягиваю здесь. Делаю плотненько. Подтягиваю. Зажимаю струбцинами. И все. Сейчас прихвачу. Прихвачу тут. Допустим, тут. И так каждый угол. Когда все на прихватках сделаю, потом обварю. Сейчас вторую сторону прихвачу. Все. Вот я прихваток ими прихватил. И получается у меня везде одинаковый зазор по пять миллиметров. Ну, все. Сейчас обвариваю. Зачищаю. И потом внахлёст пойдет еще одна труба сверху. Так, все зачистил здесь. Теперь буду прихватывать вот эту часть. Просто прихватками вот здесь вот поприхвачиваю. Здесь жал. Чтобы коробка с дверью более плотно прилегали. Сейчас я тут точечками пройду, прихвачу. И в принципе так с каждой стороной. Здесь будет уплотнительная резиночка. Ну и плюс будет зашиваться, я не знаю, вагонкой либо ламинатом. Не знаю, еще не придумал. Все, я проварил. Вот так вот. зачистил. В общем, вот так вот она будет смотреться внутри помещения. Дам метку на самой двери и на раме. чтобы потом не попутать как она стояла. Переворачиваю на другую сторону саму коробку и обвариваю с той стороны. Перевернул на другую сторону. Обварил. Зачистил. Все готово. вот эти места и вот в углу я не провариваю, потому что туда болгарка не подлезть. Перевернул двери, коробочку, поставил сами двери. так, здесь, что я сделал. Подложил крестики, сделал зазор 2 мм. Может быть, даже чуть больше для уплотнительной резинки. Вот такую поклею уплотнительную резиночку. выставил четко двери, чтобы везде одинаковые зазоры были. Так, сейчас начну на весе прихвачивать. Дома нашел такую шинку 4 мм толщиной шириной 40 мм. так, обварил я завесики. Ну, как смог. Обточил. Тут, конечно, короче, не идеал, но, в принципе, пойдет. Так, ну, как я смотрел видео, человек рассказывал сделать запилы небольшие. до трубки, чтобы завес прихватить не к металлу, не к листу, а именно к трубке, к трубе, к профильной. Так, я и сделал. Так, сделал ошибку. Надо было сразу выставить небольшой зазор. Я его не сделал. Так, что тут будет немножко приподнято. Ну, это не страшно. что, прихватил прихваточками и то прихватывал. Пару точек сделал здесь, пару здесь, потом на тот перешел. Там несколько, ну, давал остывать металлу. Так, не все так просто, как казалось бы. Пришлось срезать петли. Открывались вроде более-менее нормально. Хотел снять с петель дверь. Не тут-то было. померил провилочкой. Оказалось, немножко какой-то был заваленный. Привязал теперь уже проволоку. Не знаю, два с половиной квадрата, по-моему, чтобы зазор был между дверным полотном. Поставил провилочку, чтобы они были уже на одной линии. буду пробовать еще раз. Так, прихватил. Сейчас еще добавлю несколько точек. Буду пробовать открывать. Ну, вроде провел. а то были так, поставил, и они стоят. Все. Даю больше точек. В общем, сейчас прихватываю, попробую их снять. Ну, и начну врезать замок. Дам метки на коробке. Ой, на двери. Просверлю сверлом, а тут болгаркой срежу. Снял двери и довольно-таки легко я их снял. Вырезаем замок. Отметил, накернил, сначала прошел маленьким сверлышком, потом большим. Прорезал болгаркой. Ну, сейчас выломаю все. И потом буду подгонять либо напильником, либо болгаркой. короче, буду подгонять. Соответственно, с другой стороны так же самое сделаю. Все, осталось его прикрутить. Прикручу я на обычные вот мы их называем бложки. Это для профилей. Такие вот саморезики с буром. для начала поменять надо вот этот язычок с другой стороной поставить. Так, как раз. На другую сторону. так, он будет правильно стоять. Все. Включи. теперь дам метки, где мне просверливать под ключ и под ручку. Дам метки вот напротив. То есть, вот тут меточку дам и вот тут меточку. И где они сойдутся линии, там просверлю. так же и здесь. Вот так вот я для замка просверлил отверстие, вычислил. Это для ручки, это для ключа. Дальше я планирую какой-то рисуночек сделать еще на этих дверях. В общем, пишите комментарии, если это интересно, снимать ли мне дальнейшую судьбу этих дверей. Допустим, как я буду делать рисунок, как утеплять, обшивать с той стороны, сама установка двери, уже на место, покраска. Ну, в общем, кому это интересно, пишите о ваших комментариях, я буду уже знать, стоит ли мне дальше две по этой теме или уже затрагивать свою строительную тематику. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, кому понравилось видео, оставляйте свои комментарии. Я канал делал не только для того, чтобы показывать, что я умею, но и для того, чтобы самому что-то научиться. Всем пока! Субтитры